Ну и далее будем обсуждать подробности, будем разбираться вообще в тонкостях этой темы с Захаром Тропиным. Это доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Захар Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Смотрите, ну тут мы сразу начали с Шанхайской организации сотрудничества в Индии, с одной стороны. Потом давайте вспомним и о БРИКС в ЮАР. Собственно, Путин, несмотря на такой весь свой образ мачо, того, что он ничего не боится, на самом деле боится стран, которые ратифицировали римский статут. И по сути, ну даже отправка, наверное, двойника ничего не решает, поэтому он принимает с легкостью решение принимать участие в режиме онлайна. То есть оффлайн он таки не будет присутствовать. Говорит ли это на самом деле о многом, что Международный уголовный суд таки имеет свое влияние даже на Путина, который не признает в принципе решения никого? Помним, что вообще сейчас Конституция превалирует даже над ЕСПЛ в Российской Федерации. Ну, если говорить о российском законодательстве, скажем, там не можно говорить о российском праве, там есть просто российское законодательство, которое абсолютно не отвечает никаким стандартам. Если вернуться к вопросу ордера и признания страха перед его выполнением, то действительно он присутствует. Все-таки Международный уголовный суд это не просто организация, это единственный международный суд уголовной юстиции, в который входит сейчас больше 120 государств. Кроме того, ряд государств, в частности, если говорить об ордере на арест Путина и Львова Беловой, они сказали о том, что в рамках сотрудничества с Международным уголовным судом, даже не являясь членами Устава Международного уголовного суда, если Путин или Львова Белова окажутся на их территории, они тоже выполнят этот ордер. Это тоже возможно и предусмотрено уставными документами Международного уголовного суда. И действия Путина, они действительно свидетельствуют о страхе перед этим ордером. Я думаю, что здесь это неудивительно, поскольку международная юстиция при всей своей медлительности, она все-таки, скажем так, достаточно основательна. И если уже процесс запущен, то остановить его практически невозможно. Но я бы не был таким, скажем так, радужным в оценках силы этого ордера и силы Международного уголовного суда. К сожалению, в практике Международного уголовного суда были проблемные ситуации, когда выдавались ордеры, и они либо, скажем так, задерживались в выполнении, либо были проблемы с их выполнениями. Ну и, в частности, устав Международного уголовного суда, есть там ряд определенных лазеек, которые позволяют, ну не то что обойти, но в определенных ситуациях не выполнить фактически этот ордер. Важно для понимания, даже если бы Путин смог приехать, и там важны какие-то договоренности, он лично бы подписывал, ну и, соответственно, совсем другая легитимность, нежели бы он свои обязанности передавал другим официальным лицам. А здесь же в дипломатии важно, когда люди договариваются неофициально о чем-то и также подписывают документы. Насколько эта боязнь, скажем так, посетить те страны, где действует международное, скажем так, право, влияет на его какие-то личностные контакты и в дальнейшем сотрудничество с этими странами? Конечно же, это влияет, поскольку личная беседа в глав государства, это личная беседа, это возможность убедить, это возможность представить свои доводы, там можно говорить о некой силе личного обаяния или еще что-то. В этой ситуации у Путина просто нет возможности применять эти механизмы, то есть каким-то образом лично влиять на глав других государств. И это же понятно, что очень сильно влияет на возможности России продвигать свои политические интересы в мире. Вот яркий пример, я думаю, можно назвать президента Бразилии, который после встречи, если не ошибаюсь, G7, просто поменял свою позицию. И сейчас он официально, если до этого была такая позиция условно-нейтральная относительно войны, относительно вторжения России в Украину, то сейчас уже последние его заявления были о его поддержке Украины. Это все вот результат личных встреч и личных бесед глав государств. У Путина этой возможности из-за страха перед ордером нет. Я бы тут подчеркнул личная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Скажите, а вот по поводу лазеек, Армения может, точнее, должна ли, обязана Армения арестовать Путина, потому что ратифицировала страна римский статут, соответственно, но параллельно она является еще пока что членом Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. Вот это лазейка или нет? Будут там арестовать Путина? Формально должны, но там просто надо посмотреть документы ОДКБ, чтобы окончательно говорить, есть ли возможность или нет. Дело в том, что по уставу Международного уголовного суда государство может не выполнять ордер, если это будет противоречить ее другим международным обязательствам. В частности, США пользовались вот этим механизмом. Они заключали двусторонние договора с другими государствами, по которым другие государства брали на себя обязательства не выдавать военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Если подобное положение есть в договоре ОДКБ, или же там был или будет заключен подобный договор между Арменией и Россией, это может быть использовано как лазейка. Если этого нету, то тогда соответствующих лазейок нет. Еще интересно, что единолично, скажем так, те или иные страны, имеется в виду их правительство, может сделать и пересмотреть, успеть. К примеру, тот же БРИКС, рассматривали варианты министра иностранных дел ЮАР Нелли Ди Пандор, заявила, что изучать юридические варианты действия на случай, если Путин приедет на планируемый саммит. И тут что можно придумать такого, если страна является членом Международного уголовного суда, ратифицировала римский статут? Какие лазейки, какие варианты можно вообще серьезно придумать? Да, я понял. В ЮАР в свое время был прецедент с президентом Судана Амаром Аль-Баширом, когда был выдан ордер на его арест, и он прибыл в ЮАР. И тогда местный суд начал производство и выдал постановление о том, что он должен находиться на территории до момента окончания процесса, рассмотрения вопроса о его выдаче Международного уголовного суда. Он просто в тот же день или в следующий покинул территорию ЮАР. То есть, вроде бы и процесс был соблюден, что вот должны были бы задержать, и ЮАР в соответствии со своим законодательством, в соответствии с обязательствами по римскому уставу, начали процедуру для того, чтобы выдать Амара Аль-Башира в Международный уголовный суд. Но он успел каким-то дивным образом покинуть территорию государства. Вот подобные ситуации невозможны, но я не думаю, что сейчас, учитывая давление на ЮАР и учитывая, скажем так, значимость этого вопроса и его обсуждаемость не только в прессе, среди специалистов. Я не думаю, что ЮАР прибегнет к аналогичному, скажем так, механизму, аналогичным действиям. Все-таки какие-то сигналы либо будут, либо были посланы, и Путин, я думаю, что воздержится все-таки от визита в ЮАР. В ЮАР, в Индию, ну смотрите, он еще воздержится от одного визита, не поедет на инаугурацию президента Турции Реджепа Эрдогана, о чем пишут российские СМИ. Вместо него Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ну, как мы уже говорили, и мнение экспертов сходится, что боится покидать вообще, в принципе, Путин в пределах Российской Федерации после ордера ГАГского трибунала. И также это объясняет, честно, я просто закончу уже, чтобы еще раз напомнить, что объясняет его и отказ посидеть саммит Шанхайской организации сотрудничества. И также напомню, что в течение двух с половиной месяцев после выдачи ордера президент России ни разу не покинул границы страны. Последний раз он сделал это еще 19 декабря 2022 года, когда ездил с рабочим визитом в Минск, в столицу Беларуси. Ну, там-то точно ему нечего бояться. Вот, по Турции. В Турции, дело в том, что Турция не является членом журнурного уголовного суда. И там, как бы, даже страха перед этим ордером, ну, как бы, его формально нет. Но это просто действительно связано с личными какими-то страхами, здесь, я не знаю, психологическими или еще Путина, и с этими проблемами. И я хочу напомнить, что это же, скажем так, давняя история, поскольку еще в свое время, когда отношения международные были более-менее нормальными, он пребывал на саммиты на военном корабле, тоже боясь каких-то там агрессивных действий против самолетов, на которых он может лететь и так далее. То есть здесь действительно мы можем говорить не только лишь о силе ордера и страхе перед ордером, но и также о каких-то там личных проблемах Путина и его страхах. Конечно, он не касается международного суда, уголовного суда. Но тут, если все-таки Володин поедет в страну НАТО, которой он угрожал бесконечно ядерным оружием, как это вообще, в принципе, совпадает с точки зрения той же дипломатии? И какие-то, возможно, должны последовать извинения, прежде чем туда отправиться, как считаете? Или тут, знаете, как я просто добавлю, это же наш старый друг Эрдоган. Ну, если говорить о политикуме, Россия это вообще какой-то цирк абсурда, поскольку делать какие-то такие заявления, а потом ехать в государство, против которого так или иначе это же лицо делало выпады, ну, это как бы довольно странно. И также следует помнить о силе дипломатии и определенных намеках в этом плане. Турецкая сторона просто может определенными косвенными дипломатическими шагами показать их отношение к тому же Володину. И я думаю, что Володин получит соответствующий прием в Турции, который как раз и продемонстрирует, что Турция помнит все заявления Володина, о которой он говорил и против союзников Турции, и против Турции в частности. Что может проявиться на дипломатическом уровне? Это не пригласить куда-то, не встретиться за каким-то одним столом, или там элементарно поселить плохой отель? Да, это отсутствие на совместных фотографиях, это задержки на встречах, это, скажем так, не приглашение на какие-то встречи. То есть это любые дипломатические жесты, которые показывают соответствующие отношения, ну и реакцию конкретно на личность за ее высказывания в прошлом относительно принимающего государства. А еще хотелось бы с вами, вот мы разбираемся каждый раз в эфире по поводу спецтрибунала, куда сейчас входит коалиция из 35, по-моему, да? Странно, если я не ошибаюсь. Там 37 уже, по-моему, да. Возможно, да. По спецтрибуналу, то есть чем больше стран, тем больше возможностей создать Нюрнбернский, его аналог, процесс, и, соответственно, задача этого трибунала, просто я все время это переспрашиваю, по сути, доказать только одну вещь, один факт, факт вцаржения, факт агрессии Российской Федерации в Украину. Даже не доказать факт, а привлечь за агрессию, поскольку доказательство факта агрессии достаточно простое и оно очевидное. Здесь вопрос стоит именно уже в юридическом факте привлечения к ответственности государства России и конкретного списка лиц, высших должностных лиц, которые принимали решение о вторжении в Украину. И, соответственно, распределение их степени вины за это преступление. И, действительно, чем больше государство вот в этой коалиции спецтрибуналов по созданию специального трибунала по преступлению и агрессии, тем лучше, поскольку, с одной стороны, большее количество государств позволит продавить необходимое решение в Генеральной Ассамблее ООН для того, чтобы заключить соответствующий договор с ООН. Или же, если это не будет возможно, то тогда это будет просто чем больше государств, тем больше будет авторитетность данного учреждения на основании договора. Ну, большая разница, когда, например, договор о создании трибунала подпишет 10 государств и когда, например, подпишет 100 государств. Понятно, что, скажем так, авторитетность подобного судебного учреждения будет намного выше. Да, абсолютно вы правы. Коалиция с 37 стран-участник специального трибунала для Российской Федерации за преступление агрессии против Украины. У меня буквально короткое уточнение касательно того степень распределения вины. Кто должен предстать перед судом в этом трибунале? Я думаю, вот то знаменитое видео, там, где Совет Безопасности России сидит перед Путиным и кивает головой на агрессию. Вот это самый минимальный список тех лиц, которые должны быть привлечены за преступления агрессии. Благодарим вас за эти разъяснения, за этот ёмкий анализ. Я напомню, что с нами только что был на связи Захар Тропин. Это доцент кафедры Международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.